Дорогие друзья, летнее солнечное утро, утро доброе. 28 июня 2022 года у нас на календаре. Сегодня в импровизированной студии с портала Прианру недвижимость за рубежом важнейший, актуальнейший, ценнейший вебинар, посвященный Кипру с замечательным экспертом, с управляющим партнером, руководителем компании Cyprus Sotheby's International Realty Анастасией Яне. Анастасия, привет. Добрый день, Филипп. Добрый день, дорогие друзья. Очень рада видеть и видеть, Филипп, вас и слышать вас в эфире. Собственно, я долго не буду даже говорить о том, какую актуальность Кипр, кипрская недвижимость и те возможности, которые Кипр сохраняет или открывает, как уж скажешь сегодня, являются такими безальтернативными. Безальтернативными. Тем не менее, мы к этому вопросу в любом случае по ходу всего нашего вебинара будем возвращаться. Но пока буквально несколько слов к нам продолжают подключаться пользователи. Здравствуйте. Анастасия, несколько слов о компании вашей, о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. А я как раз подключу пока презентацию. Да, с удовольствием. Еще раз, дорогие друзья, добрый день. И я очень рада, что сегодня у нас есть возможность именно в живом эфире поговорить о том, что, чем и как может вам помочь Кипр. И поэтому у Филиппа это еще расскажет, что, конечно, мы хотим сделать эфир очень живым. И с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Сначала разрешите представиться вообще, кто я, что я и что мы за компания. То есть компания Sotheby's International Realty это международная компания, которая работает по всему миру. У компании офисов 79 странах. И, конечно, это дает нам глобальную перспективу. То есть я являюсь руководителем и сооснователем кипрского офиса. Сама я на Кипре работаю в недвижимости уже больше 20 лет. И сама живу на Кипре уже больше 20 лет. То есть поэтому у меня очень хороший, достаточно интересный взгляд на вещи. И с точки зрения профессиональных знаний я 20 лет работаю в недвижимости и у застройщика, и в агентстве. Но также с точки зрения жизни. То есть я живу на Кипре, у меня дети, у меня родители. То есть как бы весь мой опыт может быть и профессиональный, и жизненный. И с удовольствием поделюсь своим опытом и отвечу на ваши вопросы. Ну, чисто технический момент. Насколько я понимаю, вы сейчас сидите в офисе компании, которые находятся в центре пафоса. Я сижу сейчас в центре компании, у нас светит солнце, я надеюсь, у вас тоже светит солнце. В центре пафоса. Мы еще с вами посоревнуемся. У нас, например, сегодня плюс 34. Так что в Петербурге, поэтому не исключено, что мы сейчас еще и выиграем. Абсолютно. Абсолютно. Победа. Отлично. Ну, давайте все-таки перенесемся из реалий с севера на юг. Итак, рынок недвижимости Кипра. Несколько, давайте, общих, может быть, слов. Чем он сейчас характеризуется? Что вообще у вас происходит на острове? Перед этим хочу еще сказать, что, безусловно, мы опубликуем наш сегодняшний диалог. Кто в силу каких-то причин не сможет его посмотреть до конца, будет и запись, и материал, посвященный недвижимости Кипра. И свои вопросы вы можете задавать в чате. Ну, а теперь, Анастасия, вам слово, что вы сейчас наблюдаете? Смотрите. То есть первое, несмотря на то, что мы эту презентацию не будем показывать, то есть сначала буквально несколько слов, почему люди смотрят на Кипр. То есть рынок недвижимости Кипра, он очень активен. И прежде чем я перейду к цифрам, чтобы показать вам более реально, я бы хотела все-таки еще раз сказать, что люди, и особенно наши сограждане, россияне, вообще русскоязычные люди, они всегда, всегда с радостью и с интересом смотрели на Кипр. И покупка недвижимости на Кипре, они решали несколько вопросов. То есть первый вопрос, это почти всегда, это либо дача, либо переезд, так сказать, дом на море. Эта часть, она остается, естественно, она никуда не поменялась. Но сейчас мы все больше видим запросов, которые связаны, конечно же, с релокацией, временной, либо постоянной. Мы видим очень много вопросов в отношении получения постоянного вида на жительство, так как Кипр до сих пор дает россиянам возможность получить постоянный вид на жительство. И сегодня в нашем разговоре мы поговорим об этом. И я расскажу, как и что. И, конечно же, еще, что происходит с инвестициями. Можно ли купить? Какой доход дает недвижимость на Кипре? То есть получается, что Кипр может помочь решить задачи, связанные с личным проживанием. То есть это так называемый лайфстайл. Это задачи фиджирования рисков, которые связаны и с экономическими рисками, и с социальными рисками, возможностью получения ПМЖ. То есть это вот первая задача, которую мы решаем, если вы выбираете Кипр. По поводу вопросов, Филипп, по поводу того, что происходит на рынке недвижимости. Рынок недвижимости сейчас очень активный. То есть сейчас я не буду сильно углубляться в статистику, но я все-таки очень верю в то, что слова словами, а цифры цифрами. И на Кипре у нас есть прекрасный инструмент, когда все цифры, которые я вам сейчас буду показывать, это не какие-то, это не домыслы агентов или застройщиков, это реальная статистика Департамента земельного управления, в котором регистрируются абсолютно все контракты. И очень интересно, что вся эта информация, она открытая для публики. То есть вы в любой момент можете зайти на сайт Департамента и посмотреть объем сделок. Для чего я это показываю? Потому что вообще мы всегда в нашем агентстве, а у нас мы лицензированы на агентство недвижимости, мы работаем по всему острову, во всех городах, работаем и с застройщиками, и со вторичной недвижимостью. То есть мы представлены во всех регионах Кипра и профессионально предлагаем недвижимость в любом регионе. То есть мы всегда любую покупку, будет ли это для дачи на море, будет ли это ПМЖ, мы всегда рассматриваем как инвестиционную покупку. И поэтому очень важно понимать, что же происходит с ценами, и оцена у нас всегда спрос и предложение. И вот сейчас мы не будем идти в детали, эти слайды только визуализация того, чтобы вы поняли, что происходит. И мы видим, что, например, по общему объему сделок 2021 год выправился прекрасно. То есть если в 2020 году у нас было достаточно сильное падение из-за ковида, остров был закрыт полностью, практически на весь год. Поэтому, конечно, мы видим достаточно большое падение. 2021 год полностью выправился, а в конце я вам покажу статистику 2022 года, и вы увидите, что рынок более чем оживлен. Если вы знаете Кипр, или даже если вы не знаете Кипр, вот здесь, на этом слайде мы показываем, опять-таки, небольшую визуализацию, как распределяются сделки по регионам. Кипр на самом деле достаточно небольшой остров, но каждый регион, он очень отличается друг от друга. Все, конечно, знают Лимасол и Пафос, и мы знаем почему. Потому что на самом деле, если мы посмотрим сделки с иностранцами, то Пафос и Лимасол лидируют всегда. Одновременно с этим очень популярные районы, Фомагусте – это известный курорт Айянапа и Протарас, Ларнака – столица, Никосия – это единственный регион, который не на море, и, конечно, иностранцы там покупают гораздо меньше. По ценам, вот эта картинка – это официальная информация по индексам недвижимости. Но мы понимаем, что во всех индексах это достаточно теоретическая часть. Практическая часть – это то, что происходит в реалиях. В реалиях сейчас цены растут, и это связано именно с повышением спроса. Первое – то есть сейчас сделки происходят постоянно. Второй момент – это, конечно же, повышение строительных материалов, что тоже ведет за собой повышение стоимости недвижимости. И третий момент – что в 2020 году строительная активность была, конечно же, меньше. То есть получается, что 2020 год по объемам строительства достаточно сильно провалился, и сейчас спрос повышается в связи со многими событиями. То есть вы знаете, что на Кипре недвижимость… Вот Кипр вообще очень интересный остров в отношении того, что на Кипре нет какого-то одного рынка, который покупают. То есть, например, вот покупают только, ну скажем, там россияне, или покупают только англичане, или покупают только китайцы. На Кипре покупают со всего мира. То есть поэтому сейчас у нас достаточно активный рынок, и, соответственно, с этим цены на недвижимость, на ликвидную недвижимость растут. Вот здесь небольшой слайд, не буду входить в детали. Мы презентацию с удовольствием поделимся, вышли, ответим на любые вопросы. Но вы видите, что, например, этот год, он вообще у нас побивает все рекорды. То есть по всем регионам, по каждому региону в отдельности, и по Кипру в целом у нас увеличение порядка, почти что 50% увеличение по объему сделок. Да. Окей. Анастасия, но вот все-таки вы сказали о росте цен, и здесь очень часто, особенно сейчас в практическом смысле, вот ваше личное ощущение намного важнее статистики. Потому что, ну как бы окей, плюс 10% это средняя температура по больнице. Если мы говорим именно, ну возьмем пафос, возьмем лимассол, какие объекты дорожают сильнее, что дорожает меньше, несколько слов можно об этом, и ваши ощущения, насколько они подорожали, допустим, с начала года. Абсолютно. Смотрите, то есть здесь первое согласно с тем, что теория теории, а практика практикой, да, что эти цифры, они показывают активность рынка. Какая недвижимость дорожает, мы вообще много обсуждаем с нашими клиентами тему ликвидности недвижимости. И здесь очень важно понимать, как бы для чего люди покупают. Если люди покупают именно для того, чтобы недвижимость выросла в цене, покупают самое доходное, то, конечно же, эта недвижимость и растет в цене дороже всего, больше всего. Эта недвижимость на Кипре, как правило, это то, что находится в пешеходной досягаемости к морю. То есть если мы говорим недвижимость, от которой 5, 10, максимум 15 минут пешком до моря, эта недвижимость самая востребованная и самая ликвидная. И на нее цены растут очень сильно. То есть сейчас еще один момент у нас в связи с ужасными событиями, которые происходят, достаточно большое количество компаний перевезло всех своих сотрудников на Кипр. Это привело практически к буму на рынке аренды. А мы с вами прекрасно знаем, что в недвижимости стоимость аренды тут же подтягивает за собой и стоимость недвижимости. То есть у нас в марте и апреле было огромное количество сделок, когда люди хотели только готовое для того, чтобы тут же сдать. Ну, то есть я так понимаю, на основании этого формируется уже некий дефицит. То есть, скажем, купить, можно ли сказать, что купить квартиру, ну или апартаменты, или виллы, скажем, на стадии строительства сейчас намного проще, чем объекты такого же уровня уже готовые? Абсолютно. Именно так, да? Абсолютно. И этот дефицит подтягивает за собой цены. То есть, например, если сейчас, так как мы говорим с русскоязычной аудиторией, то самый частый запрос сейчас у нас, что можно купить под ПМЖ, это у нас 300 тысяч, мы чуть более подробно расскажем. То есть 300 тысяч плюс, желательно, чтобы это попадало по условию ПМЖ, то есть новая недвижимость, первичная, чтобы была готовая, ее можно было тут же сдать, сейчас практически этого нет. То есть, например, в Лимассоле найти сейчас недвижимость в этих параметрах практически невозможно. Вот если в цифрах описать практически невозможно, но вот у вас много предложений, там всегда было тысячи, по крайней мере. Их что в Лимассоле, вот юнитов, их 5, 10, 15, 50? Или сегодня 50, а завтра 8? Ну вот прекрасный вопрос, очень-очень интересный на самом деле. Потому что если посмотреть по нашей системе CRM, у нас больше трех тысяч объектов в базе. Если мы делаем подборку Лимассол 300-400, новая недвижимость, мне кажется, что у нас уже речь идет, ну, может быть, 10-20 объектов. Ну, можно ли такой собирательный образ, что такое объект в Лимассоле и в Пафосе 300 тысяч плюс? Но не до миллиона, а вот именно вот чуть дороже 300, потому что понятно, что вот этот вот барьерчик фаст-трака кипрского, возможности получить ПМЖ, он очень существенный. Абсолютно. То есть, смотрите, в Лимассоле 300-400, это можно купить односпальную квартиру. Односпальная квартира на Кипре – это то, что двухкомнатная квартира в нашем стандартном понимании, когда у вас кухня, большая гостиная, столовая, спальня, санузел, веранная. То есть в Лимассоле это, если в пешеходной досягаемости, то если вам повезет, это будет односпальная квартира, двухспальные квартиры, все уже будут 400 и выше. А площадь примерная, вот односпальные квартиры? Площадь односпальной квартиры, крытая площадь, будет порядка 55-60 квадратных метров, но не забывайте, что еще будет хорошая большая веранда. То есть по комфорту это прекрасная двухкомнатная квартира. Правильно ли я понимаю, что это объект в проекте, который сдан в последние 3-4 месяца, в этом году, условно говоря? Да, потому что мы опять-таки возвращаемся немножечко исторически, но исторически, если вы следи, ну или вы что-то знаете про недвижимость, мы только что вышли из периода инвестиционного гражданства, когда опять-таки новая недвижимость пользовалась огромной популярностью, и как раз она тоже практически вся, там не было вопроса сдачи в аренду, поэтому люди комфортно ждали, но все покупали 2-3-4 единицы. То есть действительно, если мы говорим 360, то это либо то, что уже сдано, либо то, что будет сдано через несколько месяцев. Вернусь немножечко на другой город, потому что Лимассол это он... Лимассол отдельная история, да. Лимассол это, конечно, лидер по стоимости. В Папосе и в Ларнаке за эту стоимость вы можете купить хорошую двухспальную квартиру. Двухспальная это то, что трехкомнатная квартира, гостиная, столовая, кухня, две спальни, почти всегда уже сейчас будет два полных санузла и хорошая гостиная и столовая. Двухспальные квартиры будут порядка 90-95 квадратных метров. Но вот в Папосе все-таки стереотип, безусловно, что Лимассол это апартаменты, а Папос это больше виллы и, соответственно, расстояние чуть дольше от моря. В какой степени это так? Или все-таки сейчас рынок апартаментов в Папосе тоже ожил? Рынок апартаментов тоже ожил. Их, конечно, чуть меньше. То есть вот эта тенденция небольших курортных домиков, она остается, и чуть позже я разберу с вами несколько единиц недвижимости, и как раз там будет домик в Папосе. Но сейчас апартаменты тоже появляются именно за счет того, что в Лимассоле они становятся уже очень дорогими, и многие люди, они просто уже не готовы вкладывать такие деньги в Лимассол, они предпочитают иметь апартаменты, но в Папосе или в Ларнаке. Перед тем, как задать следующий вопрос, я еще раз хочу напомнить, что, друзья, вы в чате можете задавать свои вопросы, во-первых, а во-вторых, если вы уже понимаете, что по завершении нашего вебинара вы хотели бы пообщаться с Анастасией и ее коллегами лично, обсудить какой-то свой личный вопрос, вы можете, вот еще у нас такая новая функция есть, нажать на кнопочку «Записаться», видите, наверху экрана, и по этому вопросу, и, соответственно, сразу выйдите, что называется, на прямой контакт. Я думаю, вот в продолжении этой темы, давай я сейчас покажу несколько слайдов презентации, потому что там как раз идут объекты непосредственно с привязкой того, что можно получить как возврат. Давайте, значит, я сейчас тогда подключаю презентацию, а пока я ее включаю, все-таки вот еще один вопрос, то есть новые комплексы в Папусе вдали от береговой линии или есть в непосредственной близости от моря? Есть в непосредственной близости от моря и есть прекрасные комплексы. То есть, опять-таки, вот я хочу напомнить, что вот то, что сказал сейчас Филипп, и у нас есть экспертиза по всем городам. То есть, если мы понимаем, какую цель вы преследуете, то мы, если эта недвижимость существует на острове, то мы сможем ее подобрать. Итак, возвращаемся на презентацию. Буквально совсем немного информации, потому что наша презентация не является, вернее, наш вебинар сегодня не является презентацией недвижимости. Это только ориентир, что вы можете получить за такие деньги. Вот, к примеру, например, прекрасная квартира, односпальная квартира в Лимассоле, 340 тысяч плюс НДС, крытая площадь 64 квадратных метра. Но самое важное, если вы сейчас ее купите, что вы сможете ее получить? Итак, стоимость 340 тысяч, НДС на Кипре, если вы покупаете для инвестиционных целей, то есть вы планируете сдавать в аренду, то тогда НДС составляет 19 тысяч. Ой, 19 процентов. Что? То есть не собираетесь жить сами. Вот это важно. Да. 19 процентов. 19 процентов. Сейчас аренда в Лимассоле, как я уже сказала, они просто каждый раз, когда мои девочки закрывают аренду, у меня немножечко открывается рот. Да? Но это реалия сегодняшнего дня. Может быть, это изменится. Мы не забываем, что сейчас меняется абсолютно все. Итак, сейчас средняя аренда будет порядка 1700 в месяц. То есть у вас получается, это я говорю, долгосрочная аренда без каких-то головных болей. То есть вы заключаете, мы проводим скрининг арендаторов, заключается договор на год, и годовой арендный доход порядка 20 тысяч, что дает вам 5 процентную доходность в евро. И плюс. Да? Я на секунду переключу на большой экран. Вот сразу вопрос про аренду. Долгосрочная аренда, в какой степени эта схема требует участия, ну, собственно, собственника? Или по большому счету, ну, поскольку понятно, что долгосрочная не краткосрочная, все равно во многом хлопот меньше. Но тем не менее. Долгосрочная, смотрите, участие собственника только в том, что он подписывает договор аренды с арендаторами. Опять-таки мы проводим, некоторые собственники предпочитают провести онлайн-собеседование с арендаторами, хотя мы проводим скрининг. То есть у нас есть формат арендатора, кого мы готовы рекомендовать. Поэтому же участие... Интереса ради. Интереса ради. И кого вы готовы рекомендовать? Вы знаете самых любимых? Самые любимые у нас айтишники. Молодая семья. То есть, понятно. В таких арендаторах, насколько я понимаю, по информационному потоку проблем нет. Сейчас пока нет. То есть, опять, еще раз я хочу сказать, что этот вебинар проходит в июне 22 года. Если мы смотрим его в записи в 23 году, возможно, все цифры будут другие. Естественно. И сразу вопросов несколько пошли по этому объекту, поэтому сначала их, а потом перейдем к следующему. Вопрос по налогу на недвижимость. Вопрос, ну, 340 тысяч чего, в смысле в какой валюте, но это в евро мы все называем. Да, да. То есть Кипр это часть Евросоюза, и мы оперируем в евро. Предусмотрен ли обратный выкуп? Нет. Этот объект уже построен, вот этот важный момент? Этот объект, он достраивается, он будет сдан, если я не ошибаюсь, через 3-4 месяца. Через 3-4 месяца. Но опять, еще раз повторюсь, это один из объектов. Если вас что-то интересует, мы подберем то, что подходит. То есть можно найти что-то похожее, плюс-минус, ну, обещать уж за грани не будем, но постараемся, во всяком случае. Абсолютно. Про налог, что можно сказать, сколько нужно, вот, пример, я еще раз его покажу. То есть смотрите, вот здесь еще один очень важный момент. Налога на недвижимость как такового на Кипре нет. То есть у нас есть муниципальные налоги, у нас есть обслуживание территорий, и здесь есть еще одна прелесть долгосрочной аренды. Когда мы заключаем договор долгосрочной аренды, все эти расходы за исключением страхования недвижимости берет на себя арендатор. А страхование недвижимости – это обязательная история или просто рекомендуемая? Да, то есть смотрите, пока нет титульных листов, это обязательная история. Потом это рекомендуемая, но это не такой большой расход, поэтому это будем считать, что обязательная. Сумма страховки прямо связана со стоимостью объекта? Абсолютно. Окей, хорошо. Давайте тогда дальше пойдем. Увидел большое количество вопросов, обязательно на всех на них ответим. Там уже прям бурно, бурно, это приятно. Это очень здорово. Поэтому по презентации мы сделаем самый минимальный с тем, чтобы ответить на вопросы. Если мы идем в две спальни, две спальни в Лимассоле, уже нам нужно смотреть, здесь, конечно, на самом деле это средние по больнице будет, двухспальные в хорошем районе, в пешеходной досягаемости, мы примерно и смотрим где-то 550 тысяч плюс НДС. Здесь это большая квартира и вообще достаточно близко к морю расположена. Вот у нас площадь 111 квадратных метров. Если мы посмотрим по доходу, уже такую квартиру мы можем сдать порядка 2,5 тысяч в месяц и доходность у нас получается 4,5 процента. Для того, просто чтобы сравнить, да, то есть потому что у нас есть долгосрочная аренда, но у нас есть такой тип людей, которые, например, хотят один или два месяца пользоваться недвижимостью сами, да, то есть как раз мы возвращаемся к тому формату дом на море, дача на море, то есть, к примеру, на лето отправить бабушку с детьми, чтобы они отдохнули, а в оставшееся время использовать недвижимость для того, чтобы она работала на вас. В этом случае мы подобрали для презентации очень интересный объект в Папосе. Этот дом, здесь немножечко ошибка поставили девочки НДС, это недвижимость вторичная, у нее НДСа нет, то есть 590 тысяч, три спальни, две минуты пешком от моря, уже у вас появляется свой участок, у вас получается бассейн, у вас появляется прекрасное расположение у моря, и, например, вы решили сдавать, когда вы сами не пользуетесь. В этом случае мы это самостоятельно не делаем, но у нас есть договоренности с управляющими компаниями, которые специализируются на краткосрочной аренде. И вот консервативный сценарий, когда заполняемость, при том, что вы сами отдыхаете, может быть, еще какое-то время, при заполняемости 40%, чистый арендный доход у вас получает порядка, тоже чуть выше 4%. Опять, это только ориентир. И на этом, я думаю, по недвижимости мы останавливаемся и либо ответим на вопросы, либо на несколько вопросов уже ответим, которые к этой теме относятся. Анастасия, вот если мы говорим про… Есть три примера, есть три цифры. Понятное дело, что все они корректируются в зависимости от каких-то малых изменений в самих объектах. Вот выбор арендный. Можно ли поставить какие-то общие закономерности? Пафос или лимассол? Вилла или апартаменты? Объект подороже или объект подешевле? И вот на выходе это неизвестное, которое все хотят увеличить максимально, то есть доходность. Как бы вы сказали общие принципы здесь? Общий принцип, что все-таки, если лимассол, то это либо апартаменты бизнес-класса, одна или две спальни, либо очень дорогая недвижимость. То есть сейчас вот я вам скажу одну вещь, что, например, мы сейчас не можем найти недвижимость в аренду, где люди готовы платить по 15-20 тысяч в месяц арендой, но объектов сейчас нет. Вы знаете, я просто столкнулся, вот недавно в Таиланде мне рассказывали, то есть есть, ну просто компания релацируется, и она не снимает офис, а просто готова арендовать гигантских размеров виллу. То есть, условно говоря, там 4-5 спален, и это не предел. Нет, здесь виллы все-таки у нас на типе для личного пользования. Это уже как раз либо менеджеров, либо когда переводят всю семью. То есть получается, что либо у нас апартаменты бизнес-класса улетают просто сразу же, либо такие прямо хорошие виллы. Пафоси – это будут опять-таки апартаменты бизнес-класса, либо небольшие домики, опять-таки, ну как негромадные, скажем так. Пару уточняющих вопросов еще. Налог на ежегодный доход какой, он спрашивает. Вы знаете, вот это, опять, я всегда говорю очень открыто. На самом деле, в получении арендного дохода на Кипре – это такая серая зона. То есть вроде бы все делают, все делают это через управляющие компании. Это вроде бы можно, но вроде бы и нельзя, скажем так. Поэтому, так как опять это все делается, это все проходит, я скажу вам, как идет доход. Вот если бы, к примеру, вы были прямо европейцами, и вы платили бы налог на доход. Первые 19 тысяч дохода на Кипре не облагаются налогом, а потом идет повышающая ставка от 20 до 35%. Окей. Что входит в страховку дома? И тут, видимо, основной вопрос. Ну, понятно, есть всякие там природные катаклизмы, а есть человеческий фактор относительно его. Нет, здесь очень большое идет именно катаклизмы. То есть это в обязательном порядке идет землетрясение, это идет пожар, это идет то, что если нужно будет перестраивать, если какие-то затопления и так далее, дополнительно можно еще добавить страховку, ну, как если какие-то кражи или что-то. То есть на самом деле страховка – это как раз совершенно стандартный момент, как во всем мире. Каким образом регулируется, особенно если долгосрочная аренда, взаимоотношения с арендатором? Ну, это вечный вопрос. Я не хочу за ним следить, а любой арендатор что-нибудь не сломает. Ну, понятная ситуация, бытовая, житейская. Как этот вопрос решается? Лучше кого-то нанять, даже управляющая компания будет разбираться или как? Каждый кейс будет отдельный. То есть, во-первых, по стандарту, по практике на Кипре, владелец всегда удерживает один депозит, то есть это одну арендную флату, именно для того, что когда человек выезжает, чтобы проверить, есть ли там какой-то ущерб. Если какой-то ущерб значительный, то это в индивидуальном порядке. Но, например, последние несколько аренд у нас вообще были очень интересные, так как получается, что владельцы сдавали квартиру без мебели. То есть получается, что арендаторы сами покупали мебель, и уже если они что-то сломают, ну, это уже их ответственность. Но стандартно это один депозит. Сейчас некоторые в Лимассоле удерживают два депозита для покрытия этих расходов. Можно ли сказать, что сейчас на Кипре есть объекты, которые тяжело сдать в аренду? Они всегда есть. То есть, смотрите, всегда есть недвижимость непродавайка, и всегда есть недвижимость, которую очень сложно сдать. Но таких, если честно, становится все меньше и меньше, потому что все регулируется ценой. То, что сложно сдать, просто будет сдано по гораздо более низкой стоимости. Цены на недвижимость сейчас растут. Цены на аренду во многих странах за ними не поспевают. То есть они тоже растут. У нас наоборот. У нас наоборот, да, ситуация? Да. То есть именно сейчас в моменте цены на аренду растут гораздо быстрее, чем цены на недвижимость. Окей. Можно ли зарабатывать на росте цен по ходу строительства сейчас? Насколько это интересная история, на ваш взгляд? Можно. Но здесь вы, так как сейчас, мне кажется, вообще весь мир, он настолько волатильный. То есть, конечно, можно. И смотрите, как правило, если смотреть, то есть, как правило, то если на рынке все более или менее нормально, то стандартно от этапа запуска проекта до этапа окончания проекта почти все застройщики Кипра закладывают порядка 20% роста. Можете ли вы описать какой-нибудь регион или какое-то место на Кипре, где дом можно приобрести в пределах 200 тысяч евро? Или это все-таки такие редкие предложения, вы с ними не всегда работаете? Это будут очень сейчас редкие предложения. Я бы сказала, что сейчас это будет либо очень старое, очень, и когда я говорю прямо очень старое жилье, или это будут какие-то горные районы? То есть, это вопрос, когда вы говорите, очень старое жилье, это имеется в виду расходы на ремонт неизбежные? Абсолютно. То есть, это будет точно... То есть, смотрите, если все дорого, а что-то дешево, у этого всегда есть объяснение. Ну, понятно. Окей. Хорошо. Давайте теперь перейдем к второй блоку, связанному с получением постоянного вида нажительства. Много говорили. Разрешено, не разрешено. Запрещено, не запрещено. Разрешено. Проходит. Что и как? Пожалуйста. Я включаю. Еще раз делаю дисклейма, что информация та, которая сейчас находится в моменте. И на самом деле, когда я говорю в моменте, сейчас на Кипре обсуждаются поправки, но они пока обсуждаются, которые будут, которые улучшат вид на жительство. Но так как они еще обсуждаются, я могу про них упомянуть, но их еще не приняли. Поэтому еще раз я говорю, что то, что сейчас я говорю, это то, что происходит в моменте. И смотрите, здесь очень важно. На Кипре есть несколько разных видов нажительства. То есть, у вас есть временный вид нажительства, у вас есть постоянный вид нажительства категория F, и у вас есть постоянный вид нажительства инвестиционный. сейчас работает инвестиционный. И знаете почему? Потому что это единственный вид нажительства, который можно получить без предварительного открытия счета. Категорию F необходимо иметь рабочий счет, а сейчас, если честно, открыть счет достаточно сложно. То есть я не говорю, что это невозможно, но это очень сложная процедура. Поэтому сейчас я вам расскажу именно про инвестиционные ПМЖ, которые на самом деле самые реально очень хорошие программы. И это та программа, которая была одна из самых первых европейских программ, а потом уже подтянулись все остальные страны. То есть программа получения постоянного вида нажительства через инвестиции. Очень важно, что здесь, как вы видите на слайде, это действительно программа не временный вид нажительства, а постоянный, которая дается на всю жизнь. Достаточно низкий инвестиционный порог, что очень важно, что вид нажительства дается трем поколениям. То есть получает инвестор, супруг или супруга инвестора, дети до 25 лет, которые находятся на иждивении, и родители, родители и супруга, и супруги. То есть одними инвестициями вы можете сразу же решить вопрос трех поколений. Если вы не планируете жить на Кипре, то вам нет необходимости жить на Кипре постоянно. У вас единственное требование, что вам нужно приезжать хотя бы на один день раз в два года. Кипр прекрасная страна, это можно сделать. И сейчас возвращаемся на презентацию. На Кипре прекрасные налоги. Но если вам это не нужно, то прямых налоговых последствий не существует. И достаточное быстрое рассмотрение заявлений. Сейчас до сих пор у нас стоит два месяца официально. По практике я бы сказала, что сейчас это порядка трех-четырех месяцев. В чем еще прелесть этой процедуры? Вы можете начать эту процедуру без приезда на Кипр. То есть все это можно сделать онлайн. Как я уже сказала, это инвестиционная программа. То есть необходимо инвестировать как минимум 300 тысяч евро плюс НДС, если это применимо. И начиная с прошлого года нам расширили немножечко линейку инвестиций. То есть можно купить либо жилые объекты недвижимости, один либо два. И вот здесь это обязательное условие. Это должна быть новая недвижимость от застройщика стоимостью как минимум 300 тысяч плюс НДС. Можно купить офисы, магазины, гостиницы стоимостью 300 тысяч, чего практически не существует. То есть это такое достаточно, ну как, вроде бы есть этот парок инвестиций, но вы можете купить какой-нибудь малюсенький офис. И плюс к этому вам нужно еще будет арендовать квартиру и показывать договор аренды. Инвестиции в акционерный капитал компании, инвестиции в паи кипрских инвестиционных фондов. Самым популярным был и остается путь через покупку жилой недвижимости 300 тысяч плюс. То есть еще вот здесь как бы маленькая такая маленькая резюме срок получения 24 месяца выдается на всю жизнь посещение Кипра один день каждые два года статус получают все члены семьи инвестиции от 300 тысяч и выше. И давайте сейчас вернемся к вопросам и, если будет интересно, пробежимся по примерам инвестиций. А, кстати, дело в том, что есть вопросы, они такие более-менее универсальные. Во-первых, возможно ли рассрочки для резидентов? И если да, то какие документы подойдут? Ну, рассрочки и через запятую про кредиты. Так, смотрите, если у нас недвижимость покупается для получения вида на жительство, то кредиты невозможны. То есть у вас вся сумма должна идти с вашего счета и за границей. Рассрочки дают застройщики. То есть если вы покупаете недвижимость, которая строится, то вы будете ее оплачивать частями. Здесь важный момент, что, к примеру, вы купили недвижимость, которая стоит 300 тысяч. Для примера. Она будет строиться два года. Вы можете, то есть застройщик вам даст рассрочку. Но подать заявление на ПМЖ вы можете только, если вы заплатили 200 тысяч. То есть вне зависимости от того, на какой стадии сейчас строительство. Да. То есть, условно говоря, получение титула и предоставление ВНЖ, это... Это разное. Порядка. Это разные варианты, да. Смотрите, ну давайте все-таки поговорим о ключевом вопросе, связанном с подбором и оплатой. Если мы имеем... То есть, в основном говоря, год назад этот вопрос вообще бы не возникал. Ну, оплата и оплата, в чем, собственно, проблема. Как это происходит сейчас, особенно с гражданами России, с гражданами Белоруссии? Потому что, как я понимаю, ну там, граждане Украины, граждане Казахстана, как раньше оплачивали, так и оплачивают. Никаких вопросов нет. А вот россияне, белорусы, вопросы есть как и что? То есть, смотрите, первый вопрос, для чего покупается недвижимость. Потому что, если у нас связано с получением ВНЖ, то тогда нам необходимо показывать вот эту банковскую проводку. Нам необходим SWIFT. То есть, без этого программа не работает. Сейчас, так как уже прошло несколько месяцев, если первые в марте вообще не было ничего понятно, и было много каких-то телодвижений, но не было реальных кейсов, сейчас мы уже понимаем, что работает, что не работает. И сейчас в массе своей это просто идут немножечко другие документы. Даже не то, что другие, но если, например, из России, можно... Опять, банки все отличаются. Поэтому, ребята, если это реальный вопрос, реальный запрос, то это лучше обсуждать в личной консультации. Но просто как примеры, как были даже разъяснения Центробанка России по поводу того, что по договору долевого участия они согласны переводить деньги. Потому что здесь у нас две стороны. То есть, первая сторона – это российские банки, которые... Российские и белорусские банки, которые не переводят деньги. То есть, по ним сейчас один из вариантов решения – это договор долевого участия. Второй момент – это принятие денег на Кипре. И вот здесь первый момент. Конечно же, если санкционные банки, то это даже не стоит... Даже рассматривать не будет. А второй момент, который был всегда, то есть, это не то, что появилось сегодня. Именно такого, что из-за того, что вы, россияне, у вас не принимают деньги, такого нет. Но на Кипре уже последние несколько лет очень... И еще раз я повторю. Очень строгая процедура подтверждения происхождения средств. То есть, и это не связано с тем, что это россияне или белорусы. Вам нужно показать, как вы заработали эти деньги. Кому и в каком виде это надо показать? Это готовится для банков и для юристов, которые начинают с вами работать. В каком виде это зависит от того дохода, от источника дохода. То есть, например, ну, делаем простой пример. Если у вас, вы покупаете недвижимость, потому что вы продали какую-то недвижимость в России. То есть, вам нужно показать договор при продаже. И вам нужно показать, что вы получили на свой счет эти деньги, которые вы переводите. Если у вас своя компания, то вам нужно показать финансовую документацию компании, что вам выплатили дивиденды, достаточные на сумму покупки. Либо это налоговая декларация. То есть, у нас получается, вот мы решаем две задачи. Первая, как решить задачу российских банков. И тогда в зависимости от того, Тинькофф ли это, Райфазинг или что-то, мы готовим пакет документов. И вторая часть, это получение денег на Кипре. Это всегда ваша финансовая история. Правильно ли я понимаю, что перед тем, как переводить какие-то средства, необходимо, условно, вот этот пакет документов переслать вам или юристам. И сначала юристы, условно, зададут вопрос в тот банк, куда будет переходить эта сумма, а потом уже будет осуществляться привод. Абсолютно. Абсолютно. То есть, вообще сейчас, и это тоже будет на последнем слайде презентации, подготовительная работа должна быть проведена. И все эксперты нашей компании, они прекрасно ориентируются в этих вопросах. То есть, они смогут вам оказать консультацию по всем шагам, по всем документам, по всем этапам этого процесса. Не называя, может быть, конкретные банки, а, может быть, называя. Ваш последний опыт с того момента, как деньги ушли, скажем, из России и пришли на Кипр, сколько времени проходит? Достаточно долго. То есть, смотрите, деньги приходят быстро, но принимают их долго. То есть, мы сейчас закладываем от двух недель до месяца. То есть, деньги уже на Кипре, но для того, чтобы их, это так называемо в английском, это называется clearance. То есть, когда уже банк их принимает и передает продавцу, пользование может пройти от двух недель до месяца, и они имеют право запрашивать дополнительные документы. Даже если предварительно они сказали, что все в порядке. Процесс ПМЖ и приезд на Кипр, как связаны? Никак. То есть, постоянный вид на жительство на Кипре фактически можно получить удаленно, не приезжая? Можно сделать абсолютно все, кроме получения биометрической карточки. То есть, смотрите, как это происходит. Вообще, конечно, я больше люблю процесс, когда человек посмотрел, потрогал недвижимость. Но сейчас у нас часто бывает, особенно если это инвестиционная сделка, чтобы сразу же сдать в аренду, у нас проходит достаточно много онлайн сделок. Когда мы проводим онлайн-показы, прямо вот все с камеры проходится абсолютно-абсолютно-абсолютно-абсолютно. То есть, получается, покупка завершена, все подано. И вот наступил приятный момент, когда приходит подтверждение, что заявление на получение ПМЖ рассмотрено и удовлетворено. После этого у вас есть один год, чтобы приехать на Кипр и сдать биометрические данные и получить эти карточки. Окей. Несколько вопросов еще. Они и к первой части относятся, и ко второй. Что можно купить в пределах 150 тысяч евро в греческой части острова у моря под сдачу? 150 тысяч евро. Ну, смотрите, если мы считаем у моря, это где-то 30 минут от моря, то, смотрите, совсем у моря за 150 тысяч новую недвижимость купить практически нереально. А вообще, хорошо, если не новая вторичка, и что вообще сейчас с рынком вторички? Ну, вот, смотрите, я люблю говорить из того, что мы сами сделали. У нас в феврале была сделка в ПАФОСе, 15 минут до моря вторичная недвижимость, 180 тысяч. Это что, апартаменты? Это были апартаменты, это были двухспальные апартаменты. Кстати, был вопрос... Если очень сильно поискать, то можно найти, может быть, либо одну спальную квартиру, может быть, даже если повезет, двухспальную квартиру во вторичном фонде. Вот был вопрос, у меня просто прям даже в личку пришел, видимо, может, знакомый какой-нибудь, я же не знаю. Вопрос был по... Мы показывали несколько объектов, особенно новостройки. Там красивые фотки, некоторые рендеры мебелированные. Эта мебелировка же не входит в стоимость, или в некоторых случаях, да, в некоторых нет. Смотрите, как правило, новая недвижимость сдается на Кипре с отделкой, но без мебели и без электротоваров. То есть фотография, действительно, там часть была рендеры, то, что еще не построено, а то, что было, например, вилла, она уже продается с мебелью. То есть вторичная недвижимость часто продается под ключ, первичная недвижимость. Иногда мы можем договориться с застройщиками, сделать это как пакет предложения, но стандартно она идет только с отделкой. Окей. Такой неожиданный вопрос в лоб, что называется. А что дает ПМЖ Кипра? Это прекрасный вопрос. То есть на самом деле ПМЖ Кипра дает вам статус президента Европы, который сейчас очень важен, потому что, например, вы уже знаете, что во многих европейских банках, если вы не резидент Европы, то вы не можете оставаться клиентами этих банков. То есть как бы это, ну вот, в моменте. Вообще это дает вам возможность проживания, неограниченного проживания на Кипре. И у вас получается статус граждан, статус резидента, прошу прощения, Европы. Кипр не входит в шенгенскую зону, поэтому у вас нет права без визового передвижения по Европе, но у вас достаточно легко получить визу, когда вы находитесь на Кипре, в Никосии, в любых посольствах. На сегодняшний момент ПМЖ Кипра дает вам возможность открывать бизнес и заниматься бизнесом на Кипре, но пока вы не можете работать по найму. То есть свой бизнес, пожалуйста, по найму нет. Нет. Сейчас как раз вот то, что я вам говорила, что идет обсуждение. Сейчас обсуждается возможность того, чтобы человек по ПМЖ мог бы быть самозанятым. Ну то есть это то же самое, что наш ИП. Пока это еще не принято, но если это будет принято, то это будет прекрасно. Окей. Ну тоже вопрос такой общий финансовый. Когда говорят 300 тысяч евро, по какому курсу мы считаем? Ну вы ни по какому курсу не считаете. У вас просто 300 тысяч евро и 300 тысяч евро. И переводы осуществляются именно в евро. То есть тут никаких. Соответственно, по какой цене был куплен этот евро, ну сейчас бывают всякие чудеса. Вон там 56 цифры мелькают у нас на наших мониторах, но тут уже от банка зависит. Анастасия, несколько кадров следующих вот по объекту под ПМЖ. В том смысле, что они не обязательно под ПМЖ, но просто они по цене подходят. Да, то есть Филипп и, дорогие слушатели, смотрите, эти проекты и эти примеры мы выбрали просто, чтобы дать хоть какой-то ориентир по поводу того, что вот можно купить. То есть, например, вот смотрите, в Лимассоле новый строящийся комплекс, кстати, это немножко за пределами Лимассол, но он прекрасен. Вот опять, вот у нас до сих пор есть двухспальные квартиры, 365 тысяч плюс НДС, но он еще строится и будет готов через один или два года. Так, пожалуйста, в ПАФОСе отдельно стоящий дом, 345 тысяч плюс НДС, дом, три спальни, 180 квадратных метров, тоже есть в наличии, но это то, что строится. Идем дальше. В Ларнаке 314 плюс НДС, двухспальная квартира. То есть, я попросила девочек из маркетинга именно подобрать такие вкусные варианты, которые, вот то, что мы, Филипп, обсуждали с вами в промежутке от 300 до 400 тысяч. Опять-таки, это только образец. Если интересно, то мы с вами проводим бесплатную консультацию онлайн с нашим экспертом, где мы обсуждаем, какие шаги нужно сделать дальше. И как раз вот этому посвящен, Филипп, извини, пожалуйста, как раз вот этому посвящен наш следующий слайд, который мы можем быстро пройти. Мы пройдем их обязательно, обязательно проведем, потому что они, вот я просто посмотрел, они тоже безумно важны. Я просто еще раз хотел бы уточнить, все-таки, можно ли построить, вот описать эту ситуацию следующим образом, что вообще сейчас на рынке, если мы эту цифру в 300 тысяч все равно фиксируем, она у нас где-то в голове есть, в общем, проще посмотреть что-то, что будет построено через полгода, через год. Эти полгода, год, а, объект будет строиться, б, заявитель будет получать ПМЖ, потому что он уже выполнит все условия. И, в общем, к закрытию этого вопроса объект может быть достроен. Абсолютно. И вы знаете, вот то, что вы говорите, он может быть достроен. На самом деле, когда мы рекомендуем застройщиков, и даже если проекты еще вообще только поле, мы рекомендуем только тех, опять, мы не можем на 100% вручаться, но на 99%, что все будет закончено, и все будет закончено в срок. То есть, на самом деле, если мы хотим, вот у нас нет того, что вот прямо сегодня и завтра нам нужно готовое, то тогда выбор гораздо больше, если мы входим в строительство. И мы все риски покрываем в договоре купли-продажи и в выборе застройщика. Окей. Еще несколько вопросов. Есть ли какие-то ограничения по возрасту для получения ПМЖ? И вообще, кто имеет право на ПМЖ вместе с основным заявителем? Вместе с основным заявителем имеют право дети до 25 лет, если они являются зависимыми. А зависимые – это либо как в нождевении, либо они учатся, у них почное образование, они не работают, либо там какая-то инвалидность. И могут получать родители и инвестора, и супруги. Супруги-супруги. Да, да. Каких-то ограничений по возрасту нет, потому что, ну, как пока, по крайней мере, пока. Хотя, смотрите, вот, например, я сравниваю с Мальтой. Да, помните, на Мальте там всегда было еще это медицинское страхование и так далее. На Кипре не было никаких ограничений, но здесь еще очень важный момент. Сейчас на Кипре появилась прекрасная система государственного медицинского страхования. И те, кто получают карточку ПМЖ и реально живут на Кипре, имеют право воспользоваться этой программой. То есть она вот прямо замечательная. Окей. Ну вот про 300 тысяч мы сказали. Если приобретать недвижимость дешевле 300, какие могут быть дальнейшие действия и для чего ее приобретать в таких случаях? Смотрите, если вы покупаете недвижимость до 300 тысяч, то вы не сможете получить вот это инвестиционное ПМЖ, но вы в любом случае сможете пользоваться этой недвижимостью, то есть приезжать и жить на Кипре. Если к этому времени снимут какие ограничения по открытию банковских счетов или станет хотя бы чуть легче, то тогда вы сможете получить либо временный вид на жительство, либо вид на жительство категории F, который рассматривается порядка 18 месяцев, но это тоже постоянный вид на жительство. Уточнение от нашего зрителя. Ограничение по возрасту для заявителя. То есть с какого возраста человек может подавать заявление на ПМЖ? Ну, смотрите, заявителю нужно будет показать происхождение средств, да, то есть это получается, значит, это все-таки человек совершеннолетний, но высшей ставки, насколько я знаю, нет. Ирин, если это важный момент, я уточню у юристов, просто у меня не было в практике каких-то отказов по возрасту, но я могу уточнить и вернуться. Могут ли сдавать недвижимость без ВНЖ? Да. Окей. И средства, для этого не нужно будет открывать счет? И можно ли будет открыть счет на Кипре? Или это нужно будет таким образом счет? Ну, вот еще раз, смотри, по сдаче в аренду, я опять это скажу, да, что это такая слегка серая зона, о которой все знают про эту серую зону, да. Поэтому все зависит от, сдаете ли вы через компанию, сдаете ли вы напрямую и так далее. То есть давайте проговорим это в индивидуальной консультации. Вот, понятно, что, может быть, от меня сейчас в голове возник вопрос, возможно, не самый умный, но все равно. Если уж мы говорим о доказательственной базе дохода твоего, а может ли человек, ну, скажем, окей, совершеннолетний, но просто, условно говоря, там, родители у него богатые, и они им подарили эту сумму. Ну, то есть, почему нет? Может ли это быть основанием? То есть, человек сам не заработал, ничего не продавал, дохода как такового у него нет, но есть человек, у которого этот доход легализован, и он подарил эту сумму. Насколько это сталкивались с таким? Еще раз, говорит, вопрос такой просто сейчас возникнет. Нет, Филипп, на самом деле совершенно актуальный вопрос. Вы знаете, давайте я лучше уточню, потому что по паспорту у нас были такие кейсы, когда родители дарили детям деньги, официально подтверждая свой доход. Так как именно таких кейсов по ПМЖ не было, лучше эту сложившуюся ситуацию лучше уточнить. Смотрите, или напрямую, просто можете потом связаться с Анастасией, вот можно через кнопочку записаться, или через контакты, или мы через два дня опубликуем, ну, через два-три опубликуем и статью, и наш ролик, отчет о вебинаре, и, возможно, к тому времени мы уже будем иметь точный ответ на вопрос. Чуть раньше еще был один вопрос. Можете ли примерно оценить сумму за коммунальные услуги в месяц для двухкомнатной квартиры? Смотрите, коммунальные услуги, давайте я скажу, какие у вас расходы будут. То есть если вы сами пользуетесь, если у вас есть апартаменты, да, то есть у вас есть электричество, у вас вода, и если у вас апартаменты в комплексе, где есть бассейн, вы еще обслуживаете обслуживание общих территорий, да. То есть получается, что по электричеству, опять, это очень сложно говорить, потому что кто-то гоняет кондиционер постоянно, но грубо будем считать, что у вас чуть меньше, ну, скажем, от 80 до 100 евро в месяц – это у вас электричество, где-то 20-30 евро – это у вас вода, и примерно порядка 100-150, зависит от комплексов, это у вас обслуживание общих территорий. Но, опять-таки, это такой широкий вопрос. Очень широкий, понятно. Ну да, и ответ-то на него простой, может быть, только если показать на конкретный комплекс, конкретную квартиру и конкретные аппетиты человека. Окей. Но здесь очень важно, то есть у нас в нашей процедуре работы с клиентами мы всегда информируем о том, какие расходы будут возникать у вас после покупки. Окей. Анастасия, ну и в завершающей части, на самом деле, вот история, которая может быть в текущих условиях самая важная, потому что про Кипр знают многие, про условия, про цены, ну, в общем, тоже посмотреть можно. Главное, что сделки проходят, они реальны, и это… Да. Какие-то моменты уже решаются в частном порядке, но, тем не менее. Ключевой момент сейчас, с чего начать, как собраться и вообще понять, для меня это или не для меня, могу ли я претендовать или не могу на ПМЖ, могу ли я купить недвижимость, не могу, не с точки зрения цены, а вообще с точки зрения действий. Поэтому, с чего начать и как действовать? Окей. Смотрите, на самом деле, это прямо вот важная, важнейшая задача для того, чтобы вообще понять, ну, первое, нужно ли мне это или не нужно. То есть первое – это понять вообще, какую задачу мы решаем. И, например, в нашей работе мы всегда просим сделать домашнюю работу. И у нас даже есть чек-лист, с которым мы с удовольствием поделимся с вами, но на самом деле это то, что вам необходимо подумать, потому что мы говорим о большом количестве денег. Даже если мы говорим 100, 150, 200, 300, выше – это большие деньги, которые вы рассматриваете, возможность вложения в иностранной стране. Поэтому первое, конечно, самое важное вопрос – почему я хочу купить на Кипре? То есть хочу ли я закрыть задачу ПМЖ как страховку для себя? Хочу ли я переехать? Хочу ли я получать доход в евро? Хочу ли я… Вот мы вообще не обсудили это, но на Кипре прекрасно жить. И на Кипре прекрасное образование. И очень много людей переезжают сюда не для инвестиционных целей, а для того, чтобы дети ходили в прекрасные школы, жили в экологически чистой стране и росли здоровыми и полноценными людьми. То есть мы этот вопрос даже не закрыли, даже не обсуждали, но он есть. То есть что я хочу, какую я задачу хочу решить? Опять-таки очень важный момент – это не то, что или-или. И очень часто покупка сможет решить и этот момент, и этот, и этот. Но для себя вам необходимо ответить. Следующий момент – это какие районы Кипра мне подходят? Какой бюджет? То есть вот у нас часто бывают запросы, типа, ну, пришлите варианты. А какой бюджет? Вы пришлите. Мы же понимаем, что есть квартиры за 150, за 200, за миллион, за два, за три, за четыре. Поэтому подумайте, с каким бюджетом было бы комфортно. Какой тип недвижимости? Дополнительные пожелания. Все это мы помогаем вам обсуждать. И когда мы проводим консультацию, то есть мы всегда, ну, вот видите, как раз здесь это более подробно. По сути, развернутая история. Да, более развернутая. Но это именно то, что я вот уже сказала достаточно краткое. И какие-то дополнительные пожелания. Потому что, смотрите, это как в меню. В меню, когда вы покупаете машину. То есть вы можете сделать список всех-всех-всех-всех-всех пожеланий, а уже по ситуации будем подбираться с того, что есть или нет. Анастасия, пара завершающих вопросов. Вот от Татьяны. А как с работой на Кипре? Понятно, что вечная история, но тем не менее. Ну, смотрите. Для... Вот то, что я уже сказала. Даже если вы получите ПМЖ, это вам не дает право работы по найму. То есть вы можете создать свой бизнес, получать доход, но по найму вы работать не имеете права. То есть если вы планируете переезжать и работать, то тогда есть возможность, теоретическая возможность, устроиться в компании, у которых есть право найма на работу иностранцев. Если такого права нет, то компании нужно будет доказать, что они не могут найти человека, либо киприота, либо европейца, который может выполнять эту работу. Но сейчас компаний с разрешениями по приему иностранцев достаточно много. То есть здесь... А, так, если вы гражданка ЕС, то тогда специалисты на Кипре очень нужны. То есть тогда я вам... мы можем порекомендовать вам площадки размещения. И, пожалуйста, специалисты нужны всегда. Хотят оточнить, НДС при покупке новой недвижимости 19%, а вторичка, ну то есть про этот вопрос, он вроде такой несложный, но тем не менее важный. Да, но он очень важный. То есть смотрите, НДС на Кипре действительно 19%. Но если вы покупаете для себя, то есть вот вы не будете сдавать в аренду, вы будете либо жить, либо жить постоянно, либо приезжать и пользоваться, но вы не будете сдавать в аренду, то тогда государство дает вам льготу 14% и фактически вы оплачиваете 5%. НДС платится только один раз на новую недвижимость, то есть вторичная недвижимость не облагается НДС, но, естественно, продавцы уже включают этот НДС в стоимость продажи. Тоже популярный вопрос по поводу Северного Кипра и вашего отношения к покупке недвижимости на Северном Кипре. Конечно, смотрите, все, что я говорила в этой презентации, это относится только к Южному Кипру. То есть мы, несмотря на то, что у нас франшиза на весь остров, мы работаем только на Южном Кипре, на Северном Кипре мы не работаем. И как бы вопрос по поводу, стоит покупать недвижимость или нет, но на Северном Кипре у вас возникают новые риски. То есть я не знаю, насколько вы знаете историю политического конфликта, но Северный Кипр – это считается непризнанная территория. На кипрских картах это даже написано «незаконно оккупированная территория». И может получиться так, что вы купите недвижимость, которая вам не может принадлежать, потому что она построена на земле греков-киприотов, которые просто были вынуждены покинуть. Примерный процент затрат при покупке недвижимости, да хоть примерно. Дополнительный применение. Смотрите, при покупке недвижимости у вас возникнут расходы на юридические услуги, потому что все-таки я всегда рекомендую использовать независимых юристов. Это стоит примерно где-то полтора процента от стоимости недвижимости, и у вас будет государственный сбор, помимо НДС, гербовый сбор, но он минимальный. То есть он там от 0,15 до 0,2 процента. Если вы покупаете вторичную недвижимость, и у нее есть титул, то тогда у вас возникает налог на перевод титулов, и он от полутора до 4 процента. Окей. Ну, Анастасия, тогда в заключении все-таки еще вопрос. Мы как-то об этом не особо говорили. Понятно, что сейчас очень много таких вот вопросов в моменте очень важных, но тем не менее, если посмотреть чуть шире. Ваше ощущение, куда Кипр будет развиваться дальше? То есть вроде как масштабные проекты по развитию Ларнаки есть, и говорят, что все, центр мироздания теперь будет там. С другой стороны, как бы перспективы панорамы Лимассола, они тоже не очень понятны. И тут даже не пандемия и не украинский кризис, а вот программа гражданства его в большей степени изменила. Ну, такое ощущение. Что в пафосе? На что посмотреть? Куда, может быть, имеет смысл инвестору, или человек, который хочет жить на Кипре, обратить внимание? Что будет происходить на ваш взгляд? Вы знаете, я отвечу, вообще, конечно, я сама, я уже, это не секрет, я действительно люблю Кипр. Мне нравится этот остров, у меня здесь семья, у меня здесь дети, поэтому я верю, что будущее Кипра очень, скажем так, светлое. Почему? Потому что в любой недвижимости, пусть это даже инвестиционная недвижимость, я всегда смотрю, есть ли конечный потребитель. А конечный потребитель на Кипре есть. Почему? Потому что здесь очень комфортно жить. В каком, опять, если, Кипр не всем подходит, но если он вам подходит, если вам нравится чистый воздух, если вам нравится достаточно, ну как, достаточно простое, комфортное существование, без пробок, с прекрасной экологией, когда у вас дети, мол, в безопасности, то есть вот этот вопрос мы не поднимали, но Кипр одна из самых безопасных стран. И, Филипп, вы упомянули COVID. Вы знаете, в 2020 году у нас был сильный спад, но благодаря COVID-1921 и 2022 год мы видим рост. Почему? Потому что люди увидели, что они могут работать дистанционно. У нас огромное количество европейцев переезжают на Кипр за качеством жизни. Потому что они работают и зарабатывают деньги у себя, а живут и радуются на Кипре. То есть вот это ответ, почему я считаю, что будущее у Кипра светлое. Потому что здесь жить хорошо. Окей. Ну а все-таки что думаете, вот куда? Что будет с Ларнакой, с Пафосом? Вот насколько это все планы, вот насколько они реальные сейчас, реализуемые? Все планы реальные. И здесь вот главный принцип экономики – спрос и предложение. То есть здесь ничего другого, мне кажется, придумать невозможно. И, кстати, вот если вы вспомните мой слайд по инвестициям, почти все вариации у нас 4-5% возврата. То есть это не то, что, к примеру, в Лимассоле у нас 10, а в Пафосе 5. Примерно то же самое. То есть здесь я бы сказала, что, ребят, вот нравится Лимассол больше, подходит вам по бюджету. Давайте посмотрим. В Ларнаке прекрасное будущее. Если у вас горизонт инвестиций чуть больше, если вы сможете, например, 5-10 лет, то тогда можно туда. Отлично. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Анастасия Яни, управляющий партнер, руководитель Cyprus Office International Realty. Контакты компании еще раз опубликуем в чате. Раз. Записаться прямо на бесплатную консультацию можно, нажав на красненькую такую фигурку со словом «записаться» вверху нашего экрана. В ближайшие дни традиционная публикация и полный отчет о вебинаре и публикация на Ютубе. Анастасия, спасибо огромное. О, в настоящее время въезд свободный из России. Вопрос. Если у вас есть виза и если вы найдете рейс, потому что из России... Примых рейсов между Россией и Германией. Но имеется в виду въехать. Можно визы выдают, я знаю. Да, визы выдают. Вот, окей. Анастасия, спасибо огромное. Друзья, коллеги, обращайтесь. Будем рады и помочь. Ну, Анастасия, огромное спасибо. Мне кажется, что большую часть вопросов осветили. Если нет, в частном порядке. Огромное спасибо, дорогие друзья. Огромное спасибо за ваши вопросы и за то, что вебинар получился таким живым и интересным. В заключение я хочу вас пригласить на КИП. Мы будем очень рады вас видеть. И даже если это не связано с покупкой недвижимости, с удовольствием увидимся, расскажем про жизнь на Кипре. А если у вас есть интерес к покупке или к аренде недвижимости, пожалуйста, обращайтесь в любое время. С удовольствием проведем видеозвонки и постараемся ответить как можно более подробно на все вопросы. Отлично. А у вас еще изумительный офис в самом центре Пафоса рядом с Мэрией. А скоро еще открывается в Лимассоле. А где в Лимассоле? Ох, тоже в прекрасном месте, прямо на набережной. Будет самый классный офис Лимассола. Вот в том-то и отличие, кстати, Пафос от Лимассола. Лимассол – это все-таки набережная, да? Пафос необязательный. Отлично. Спасибо большое, дорогие друзья. Всем мира, всем благополучия, насколько это сейчас возможно. Улыбаемся и держимся. Это самое важное даже в эти не самые простые месяцы. Спасибо, Анна. Всем мира и добра. До свидания. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо.